сегодня у нас 12 июня 2 часа дня брат владимир что ты готовит на кухне и здесь решили провести занятия до библии у нас много было вопросов о воспитании детей вот и в этом нам поможет сейчас племудрость сирах племудрость книга есть при мудрости сирахова вот сейчас брат будет читать 3 глава с первого стиха с первого стиха то есть внимательно слушать дети послушайте меня отца и поступайте так чтобы нам спастись вам вам спастись ибо господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями почитающие отца очистится от грехов и уважающий мать свою как приобретающие сокровища вот если стих какой-то уже почитал с первого по четвертой включены на было по одному стиху по одному да то скажешь стих разбирать на на дети послушайте меня отца и поступайте так чтобы вам спастись павли как ты понимаешь слова спастись чтобы спасти свою душу не попав еще что в принципе он правильно ответил спастись именно для вечно душа не погибла это главное дальше следующий стих ну я добавлю да здесь от рода сего разращенного как у апостола петра сказано в день пятидесятницы ибо господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями сейчас вспоминаем сразу пятую заповедь это надо исход открыть пока закладку здесь оставь исход двадцатая глава пятая заповедь стих 12 почитай отца твоего и мать твою чтобы было тебе хорошо и чтобы продлились дни твои на земле которую господь бог твой дает тебе что ты про эту заповедь знаешь еще раз очень почитая отца твоего и мать твою чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле которую господь бог твой дает тебе заповедь известна а зачем оно нужно правильно это заповедь с обетованием здесь сам господь дополнительно обязательство обозначил что чтобы продлились дни твои на земле которую Господь Бог дает тебе то есть это заповедь с обетованием обетование Божие не приложено и это как юристы говорят факультативное обязательство то есть в данном случае вот заповеди есть обычные заповеди а это заповедь с обетованием поэтому в данном случае в данной ситуации это прямая заповедь для каждого православного христианина если ты не соблюдаешь эту заповедь дни твои сокращаются у меня был один знакомый Михаил его звали он поднимал свою руку на свою мать она конечно понятное дело что вела сама нечестивый образ жизни то есть прорубодейный с мужчинами, с другими но когда я об этом узнал я ему сказал, прекрати этого делать какая бы мама твоя не была ты нарушаешь пятую заповедь дни твои написано сократятся и 30 с чем-то лет было он умер что-то у него с сердцем произошло а перед этим, я не знаю, через сколько лет он умер после того, как я с ним беседовал я уже был верующий и Господь положил подойти с ним побеседовать на эту тему и вот это с ним сделалось то есть он отверг мое обличение то, что я послал к Божьему и дальше продолжал этим грешить и Господь его просто убрал с земли все уж как он будет душа его в вечности это один Господь знает ну, по крайней мере, вот так произошло это один из ярких примеров и вот дополнение там есть еще в Салтыре в Салтыре, как сказано мужи, крови и льсти не приполовят дней своих то есть мужи, вот эти убийцы льстины тоже не приполовят дней своих это Господь тоже говорит что они половину дней своих не доживут поэтому в данной ситуации в данной ситуации я тоже свидетель того, что Господь тех, которые выполняли эту пятую заповедь даже они не были церковными людьми даже они не были в других отношениях они нарушали остальные заповеди но за выполнение этой пятой заповеди Господь продлевал их в дни этих людей поэтому твоя задача опираясь на это слово Божие из книги Исход 20 главы 12 стих досконально и тщательно понимать, что это заповедь с обетованием и она в интересах того человека кто хочет достойно подготовиться к вечности для этого нужно бремя чтобы правильно задачи на земле обозначить и их выполнить можно продолжать? там еще, я хочу вспомнить я сейчас не помню местописание из Верхового Завета Господь приводит сынов языческих которые соблюдают завет отца своего да, да, да есть там это есть там Господь народу израильскому говорит о том, что сыны такие-то они слушают ну отца там а народ мой народ мой не выполняет да, да они вот это исполняют то, что там языческий именно отец всего лишь который земной отец им сказал они это исполняют то есть там написано вроде бы чтобы они земледелием не занимались что-то там еще какие-то заповеди были они этого не делают по сей часу то есть по сей день а народ мой то есть зная заповеди Божьи что Господь им дал они на нарушение идут почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою как приобретающий сокровище вот это вот как ты это понимаешь Павлик почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою как приобретающие сокровище Они очистятся от грехов, и у них будет больше преимуществ спасти свою душу. Еще. Сокровище – это что такое? Бог дает всякие милости. Сокровище – это нечто особенно дорогое. Почитающий мать, как приобретающий сокровище – это в вечность все пойдет. И отношения, которые между родителями и детьми, уходят в вечность. И те родители благочестивые, которые могут и в вечности рассчитывать на то, что Господь их в Царстве Небесном будет это вместе с собой держать. Но будут и такие дети, и будут такие родители, которые будут разлучены на всеобщем суде. И тогда уже не сможет отец умолить за сына или сын за отца. Поэтому очень важно все-таки вместе войти в Царство Божие. Я так это вижу. Есть какие-то дополнения? Да, потому что пророка сказано «Вот я и дети мои». Вот я и дети мои. То есть каждый отец или мать может себе это отнести. То есть ты пришел к Богу, к Господу именно с детьми с сыном. Если ты будешь слушать это, то ты встречешься? Ты пойдешь в Царство Небесное и там увидишь своего собственного Отца. И наоборот. Если ты будешь это не просто слушаться, а послушаться по Слову Божию, по святому преданию. Священному преданию. Потому что Священное Писание надо понимать в истолковании священного предания. Как истолковали общепринятые толкователи православной Святой Церкви. Соботная и апостольская. А почему мы должны применять толкование? Можно почитать Ниеме 8.8. И читали из книги Закона Божия. «Внятно и присоединяя толкование, и народ понимал прочитанное». Для чего толкование существует? Для того, чтобы понимать, разуметь Слово Божие. И присоединяя толкование. То есть толкование оно было для того, чтобы уясняли должным образом и досконально понимали, о чем идет речь. То есть не каждый сам толковал, как хотел это вместо из Библии, из Закона Божия. А именно так, как понимали. То есть тем, которым Господь уже открыл Духом Святым. Как вот в книге написано. Ну, в Завете как вот написано, что в Церкви Господь поставил апостолов, пророков, учителей. То есть учителя – те, которые Господь дал в разумении Писания. Они научают народ. Я, если не ошибаюсь, в Ветхом Завете несколько раз повторяется, там еще такое, что было время, когда каждый хотел то, что считал нужным. Него судей. Него судей. Вот это вот нам не нужно в жизни. У нас есть царственный путь, у нас есть толкователи. Ян Златоуст, святитель. Василий Великий есть там толкование. Есть современные толкования. Вот Бог дает через Игнатия Тихоновича там современные толкования. Потому что древние толкования, и Роним Стридонский там или еще кто, это древние толкования. А сейчас мы живем во время, когда Господь умножил Писание. Я имею в виду святых, богодухтоведных мужей. Иоанн Кронштадтский есть очень много полезного. И там надо все это черпать. Это для того, чтобы Слово Божие было живо и действенно, точно в наши дни. Чтобы применить его к себе в нашей жизни. Даже я бы не назвал это толкованием. Почитающий Отца будет иметь радость от детей своих. И в день молитвы своей будет услышан. То есть ты можешь молиться, ты можешь звать Богу, но ты можешь не услышан. Почему? Потому что предыдущий не был соблюден твой. То есть почитания не было, твоя молитва может не услышанно быть Богом. Это очень важно. Почему мы тебя сейчас приучаем и любого, который к нам ребенок приезжает, приучаем к послушанию. Послушать очень много значит. Адам с Евой выпали из рая, потому что не послушались Бога. А с этого все начинается. Уважающий Отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Еще разочек. Уважающий Отца будет долгоденствовать. Ну это тебе уже понятно. Не грези это, локти. Что значит, что это уважающий Отца будет долгоденствовать? Долгоденствовать. Долгоденствовать. И послушный Господу успокоит мать свою. Как ты это понимаешь? Если мама эта-то раздражается, что не может все дела сделать, то если Богу помолится сын, то он ее успокоит? Не совсем правильно. Значит, послушный Господу, то есть ходящий по путям Божьим, я так это понимаю, успокоит мать свою. То есть сделать все возможное, чтобы мать при его жизни, сына, во-первых, за него была спокойной душой, что он по правильному пути идет. Во-вторых, будет ей содействовать материально. В ее старости, когда она будет немощна, и всячески содействует тому, чтобы она имела всяческую всевозможную поддержку от сына, которого она воспитала в страхе Божьем и по заповедям Божьим. Седьмой стих. Книга Сераф, третья глава. Боящийся Господа почтит Отца, и как владыкам послужит родившим Его. Слово «владыка» надо разъяснить. Что такое «владыка»? Ну, Господь. Нет, это в данном случае не Господь. Владыки – это как земные правители, князи. Значит, это есть еще епископ в церкви, тоже часто ассоциируется с термином «владыка». То есть некий начальник. Есть начальник духовный, есть начальники светские. То есть начальник, он тебе не просит, он тебе приказывает. Он просто дает тебе, говорит, сделай то-то и все. Он тебе не упрашивает. Он просто тебе дает приказание, все. То есть как владыкам. Ты просто подчиняешь и все, в свою волю. Нравится тебе это, не нравится. Господь повелел, я должен подчиниться. У меня был один яркий пример. Ко мне друг один ходил. Ну, как друг, он, как говорится, был в миру вдруг. Потом уже, считай, он не друг стал. Просто как знакомый. Роман. Он приходил как-то и много слушал из Писания. Ну, Христа он так и не принял по сей день. Но, слушая о заповеди Божии, он потом как-то ко мне приходит и такой немножко возмущен. Говорит, вот какой случай произошел с отцом с моим. Я, говорит, с ним категорически не согласен. Но сказал ему так. Отец говорит, вот я с тобой не согласен, но заповедь велить тебя послушание проявить к тебе. Я, говорит, тебя послушаюсь. Ладно, исполни все, что ты просишь. Все, вот это меня немножко порадовало в нем. То есть, Господь в этот момент коснулся. И он хоть в этом отношении, в Пятой Западе, решил соблюсти. А это уже благословение. То есть, ты уже к добру тянешься, и тебя Господь начинает благословить дальше. Тихо, спокойно сиди с ней. Рот закрутит. К этому добавлю, что сейчас не могу ссылку дать на память. Но неоднократно встречал в церковной литературе, что некоторые святые отцы, некоторые святые отцы рассматривали, что маленькие дети, маленькие, в отношении своих родителей, они, ну, им родители как боги, с маленькой буквы. То есть, бог есть свет, он создал ангелов, это вторичный свет, да? Значит, это люди должны заменить число падших ангелов, и люди тоже должны этот свет, свет, значит, божий свет, да? Да просветится свет ваш по человеке, говорит Господь, свет ваш, значит, транслировать в отношении своих собственных детей, прежде всего. Поэтому почитание родителей – это прямая форма богоугождения в широком смысле этого слова. Еще разу. В широком смысле этого слова почитание родителей – это вид богоугодного деланья, когда ты научаешься тому опыту, который Господь через родителей дает. Если родитель старше тебя, он ближе к смерти по общему правилу, и, соответственно, надо пользоваться тем опытом, который тебе передается. Ну, имеется в виду благочестивым опытом, потому что опыты бывают разные. Бывают родители, которые ожесточились в каких-то страстях, грехах, пороках. Этому опыту следовать не надо. Но если там опыт положительный, согласуется со Словом Божиим, то этот опыт надо впитывать, всячески и досконально. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Восьмой стих. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Как ты это понимаешь, место? Что если почитать мать и родители, то они тебе дадут благословение. Неправильно ты понимаешь. Повнимательнее. Делом и словом. Помнишь, там притча в Евангелии такая? Сегодня мы упоминали эту притчу. Один сын сказал, что он пойдет и сделает, но не сделал. А тот, который не сделал, сказал, что не сделал, все-таки сделал. Ибо благословение отца утверждает дамы детей, а клятва матери разрушает до основания. Ибо благословение отца утверждает дамы детей, а клятва матери разрушает до основания. Но все здесь понятно? Или что нам тебе пояснилось? Давай еще разок. Давай тебе два стиха предыдущих прочитаю. Делом и словом, почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дамы детей, а клятва матери разрушает до основания. Как ты понимаешь слово сочетание «домы детей» или «дома детей»? Ну, давайте я поясню. Это последующее устройство жизни. Устройство жизни не только недвижимость, но и семья будущего ребенка, значит, это сына, семья дочери. Дом в широком смысле имеется в виду слово. Твоих детей, твое будущее. И сказано, что благословение отца утверждает дамы детей. То есть родительское благословение очень много значит. А клятва матери разрушает до основания. Были такие случаи, когда мать клятвы какие-то произносила или что-то резкое говорила, не подумав, во гневе. И, соответственно, это имело духовную силу, потому что демоны за это цеплялись. Там в книге Иова сказано, что дьявол пришел и выпрашивал то-то и то-то. Дайте такую возможность, дайте такую возможность. Поэтому, когда люди дают какие-то возможности для падших сил, они нарушают те законы, по которым Господь Слово создал Вселенную. Господь Слово создал человека. И Слово, Слово, оно может и убивать. Поэтому надо следить за своим языком и быть воздержанным в Слове. Кто-то из Цветы сказал, я сейчас не помню, что Слово имеет свойство воплощаться. То есть, об этом надо помнить. Материализоваться. В церковном предании, в церковном предании, ну это не в Библии нету, но в церковном предании я сталкивался с этим, что те, которые в аду побывали, там Бог показывал, там показано, что вот это вот слова не материализуются. В смысле? Ну, это я тебе не могу объяснить, я там не был. Ну как это? Имеют силу, энергию, действия, сбываются, воплощаются. Потому что Бог создал человека. Человек по образу Божию создан. И у человека есть тоже способность что-то творить. Он творит в том числе через Слово. В том числе через Слово. Господь сказал и сделалось. То есть, Господь Бог. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе в бесчестии отца. Это надо объяснить. Это не надо у него спрашивать. Просто объяснить, что такое бесчестие отца. То есть, это если твой отец живет в каком-то грехе, и ты этим хвалишься. Например, он у тебя пьянится. А ты говоришь, а у меня там две бутылки водки выпивать за раз. Не ищи бесчестия, бесчестия отца славой. То есть, не надо этим хвалиться. Это наоборот бесчестие для тебя. Для отца твоего. То есть, он живет в каком-то именно грехе, пороке, который люди иногда порой хвалятся. Он у меня там самый сильный. Он у меня там такой и так далее. То есть, не надо этим хвалиться. Хвалиться надо отцом добродетелями его. Он там милостыню подал. Он там то-то доброе дело сделал. И брать с этого пример. Слава человека от чести отца его. И позор детям. Мать в бесславии. Можно читать? Слава человека от чести отца его. И позор детям. Мать в бесславии. Ну, слава человека от чести отца его. Вот это. Если, значит, отец благочестивый, он, значит, имеет правильное расположение ко Господу, исполняет заповеди Божии, то для человека это слава, то, что он живет по путям отец его по путям Господним. И, соответственно, отец имеет дерзовение перед Богом. То есть, к тебе другой человек подходит и говорит, у тебя отец какое-то доброе дело делает. Это очень хорошо он делает. То есть, как бы, этим самым для тебя честь. То есть, тебе на душе легко становится. И ты можешь Господа за это возблагодарить, что другие люди свидетельствуют о добродетели отца твоего. Такой смысл. То есть, какое-то доброе дело делает, другие люди это видят и произносят слух. То есть, тебя за это тоже говорят, что какой у тебя отец молодец. Или даже по-другому ее истолкую Это от себя истолкую Это мое личное суждение Если нас как верных православных христиан Люди этого мира гонят Нас пытаются как-то унизить За веру во Христа Спасителя Над нами пытаются издеваться Ёрничать Для нас это особенная честь перед Богом То есть мы не должны искать Именно мирской славы Мы не должны быть всем Значит мирским людям Значит это Быть в радость Поэтому если нас за имя Христово Или за исповедание веры Например Что мы этим Жижей волшебной не укололись Или Всякую лапшу на уши нам Которую сейчас с телевизора пытаются вложить Не приняли То соответственно Мы говорим что это противоречит Библии На нас смотрит как на ненормальных людей Это для нас честь Честь перед Богом И вот этой вот чести Если отец удостоился Правильно ходить в путях Господних Вот этого надо Этому всячески содействовать Можно еще По отношению ребенка к отцу Мы иногда рассматриваем такие моменты Когда Отец Ну добродетельный И Об отце говорят Такой вот он хороший Ребенок Ребенок радуется Бывают такие моменты Когда Многим людям не нравится Вот твой отец ходит С бородой Как он выглядит нехорошо Сыну Сын Сын Не должен этом расстраиваться И Гордиться все-таки своим отцом Он чтит Бога своего Он любит меня И любит всех людей И любит жизнь Не поддаваться на те провокации Которые могут сказать Вот То отец Вот так вот он одевается Все одеваются Вот модно А он одевается Вот так вот По-другому Вот Все Все ходят там Вот так А он ходит вот так Поэтому не надо Сидеться отца своего Вот Или мать свою И радоваться И И все-таки почитать Она все-таки отец И мать И никогда Не говорить Другим Плохое Об своих родителях Никогда Никогда В этом будет проявляться Любовь твоя К родителям Вот есть случаи Есть случаи Когда Рассказывал Ткачев Или не Ткачев А не Ткачев Священник В одну деревню Приехала Там школа Небольшая Деременская школа Значит В школе Есть мальчик Который Учится Непосредственно Просто непосредственно Вот И Значит Священник Разговаривает С учителем Говорит Ну что Вот Этот мальчик Особенно Такого Он говорит Учится Учится Вот так вот Плохо Он Неплохо Учится Вот Не лучше Других И не хуже Других Ну А Почему Вот Вот Он такой Выделяется Среди других И Священник Решил С ним Переговорить И Когда Начал Говорить Рассказывать Говорить Вот Потом Раскрутилось В конце Концов Оказывается Что В его Семье Родитель Пьет Выпивает Всем Это Не нравится Но Тогда Когда Приходит Мальчик В школу И делает Делает Уроки Отвечает На пятерки И учится Хорошо Учится Хорошо У него Когда спросили Он говорит А я Делаю Это Лишь Потому Чтобы Папа Мой Бросил Пить Он Любит Отца И Тогда Когда Приходит Школьное Какое-то Собрание И Отец Перестает Пить Одевает Хорошую Рубашку Передевается Приходит В школу И гордится Сыном Своим Сын Заботится О своем Отце Вот Какое Проявление Бывает Мы Еще Не Разобрали Вот Продолжение Текста И Позор Детям Мать Бесславие Просьба Кого-то Из Братьев Прокомментировать Мать Бесславие Блудница Это Один из ярких Примеров То есть Когда Она Находится Со связью С мужчиной То есть У нее Нет мужа Например И она С другими Связями То есть Она Бесславие Находится То есть В этом Тоже Корица Еще раз Повторю Это Местописание И позор Детям Мать Бесславие Бесславие То есть Вот это Позор Детям Это Ну там Бывает Что Например Она Материца Короткие Юбки Носит Это Тоже Все Позор Детям Потому что Она Подает Соблазн Для Других Людей Для Падения К Греху 12 стих С Восклицательным Знаком Прими Отца Твоего В старости Его И не Огорчай Его В жизни Его Как ты Это Понимаешь Что Значит Принять Отца В Старости С С Прими Отца Твоего В Старости Его И не Огорчай Его В Жизни Его Что Это Что Нужно В Старости Когда Отец Старится Заботиться О нем И не Огорчать Его В Принципе В Продолжение Идет В Принципе Верно В Салтыре Сказано Не Остави Меня Во Время Старости Царь Пророк Давид Говорит Хотя Бо Он И Оскудил Разум Имея Снисхождение И Не Пренебрегай Им При Полноте Силы Твоей Ибо Милосердие К Отцу Не Забыто Несмотря На Грехи Твои Благосостояние Твоей Умножится Вот Два Стиха Я Одновременно Процитировал Можно Один Отдельно Один Отдельно Хотя Он И Оскудил Разум Имея Снисхождение И Не Пренебрегай Им При Полноте Силы Твоей Силы Твоей Понимаешь Что такое Сила Твоей То есть Ты Более Крепкий Молодой Сильно Здоровый Отец Уже Оскудел Все Он Уже Гряхлый Мышцы У него Все То есть При Своей Полноте То есть Которая Тебя Господь Будущий Юноша Уже Может Будет Время Через Несколько Лет Может Через Пять Лет Может Через Семь Лет Ты Уже Даже Может Больше Меня Станешь Архимандрит Амуроси Юрасов Как Говорил Что Выраст Дети Выросли А Мозги Еще Зеленые Но Может Так Сложится Что У Тебя Мозги Будут Быстро Наполниться Информацией Ты Станешь Сильным Богатым Успешным Отец Разум Не пренебрегать Им Понятно И Еще Хотелось бы Допомнить Что Такое Не пренебрегать Отцом Или Родителем Вот Бывает Такое Подросли Подросли Вот Ты Ушел Свою Семью Родитель Отдельно И Вот Родитель Родитель Дома А Ребенок Ребенок Сын Или Дочь Он Так Вовлечен Свою Жизнь Что Забывает Даже Позвонить Отцу Поинтересоваться Папа Как ты Живешь Может Быть Что Тебе Надо Может Быть Тебе Что Помочь И Даже Приехать И Посмотреть Внимание Чтобы Простое Внимание Оказать Это Очень Такие Жизненные Вещи Вот Я На себе На себе Знаю Испытываю Дети Рядом Но Вовлечены В свою Какую-то Жизнь Что Даже Мне Хочется Чтобы Он По-простому Подошел И Сказал Как Сын Чтобы Я Почувствовал Что Это Мой Сын А Когда Подрастает Взрослый Он Становится Он Забывает Об Отца Об Родителях Просто Не потому Что Он Забывает А Потому Что Ну Пап Ну Некогда Ну Вот Это Вот То Другое Третье Хотел На это В Ибо Милосердие К Отцу Не забыто Несмотря На грехи Твои Благосостояние Твое Умножится Можно Еще раз Давай Ибо Милосердие К Отцу Не забыто Точка Запятой Несмотря На грехи Твои Благосостояние Твое Умножится Даже Если Ты будешь Грешить То Тебе Все равно Дадут Даже Если Ты будешь Грешить Все равно Дадут Этот Ну Милость За то Что Ты Отца Слушал Ну Отчасти Правильно Отчасти Это как Грешить Можно По-разному Есть В Библии Сказано Святое Священное Писание Есть Грех Не к смерти У апостола Ио Богослова И В Ветхом Завете По-моему Премудрости Соломона Там Сказано Не будь Слишком Правильным Ну Я так На память Цитирую Вот Имеется Ввиду Грехи Несмертные Грехи Несмертные Вот Это Тем не менее Нет Человека Который Жив Будет И не согрешит Да Есть Такое Есть Такое Значит Это В данном Случа О чем Дет Речь Речь О том Что Господь Всемогущий Он Учитывает Предыдущее Поведение Человека По отношению К родителю В данном Случа Ко Земное Благосостояние А может быть Благосостояние И шире Может Духовное Благосостояние Тоже Здесь Имеется Ввиду Не надо Примитивно Мы в Новом Завете Живем Поэтому Благосостояние Это разные Виды Благосостояние Это хорошая Добротная Память Это Навыки Таланты Способности Ума Человека Мы живем Время Блокчейнов Криптовалют Информационных Технологий Биткоинов Которые Цифрализации Подожди Поэтому Благосостояние Бывает Разное И это Благосостояние Надо Понимать Как вклад В вечность То что Пойдет С нами В вечность С нами В вечность Пойдут Наши дела Человек Нагим Приходит В этот мир Нагим Уходит Соответственно Эти дела Пойдут В вечность И это Благосостояние В том числе Земное Благосостояние Оно Будет Богом Даровано Именно За Выполнение Вот этой Заповеди как в качестве милосердия к Отцу. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Можешь сейчас? Да, я сейчас еще раз порацитирую. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Вот ни один, как Иоанн Златоуц, святитель, толкует, ни один богатый, ни один вельмож, ни один правитель, ни один президент на наш язык переводить не может отпускать грехи отпускает грехи Бог через закон рукоположенного священника в редких случаях напрямую Бог может отпустить, ну это особая ситуация так вот вопрос-то в чем заключается Господь отпускает грехи в том числе за милосердие к Отцу в скорбный день у тебя какие-то скорби в твоей жизни будут происходить, это всегда так Господь попускает и в этот момент ты начинаешь молиться понимая свои ошибки предыдущие которые ты сделал, день скорби речь идет о духовном что ты молишь и называешь Богу и в этот момент Господь тебе разрешатся грехи твои лед от теплоты имеется в виду, что Господь тебе поможет в дальнейшем жить дальше может быть пресмертный день да, может быть пресмертный день оставляющий Отца тоже, что богохульник и проклят от Господа раздражающий мать свою вот этот стих Писания 3.16 вроде, да? мы его заучили с детьми прямо в лагере да, да тебе наизусть вот еще раз повтори, брат оставляющий Отца тоже, что богохульник Павлик, давай-ка ты сам прочитай так тебе это сейчас полезнее только четко только четко и внятно вот 3.30 стих 16 эти главы 16 стихи да, и будем разъяснить тебе 16 стих 16 цифра поставляющий Отца то же, что богохульник и проклят от Господа раздражающий мать свою вот попросить, чтобы дядя Владимир поподробнее вот этот стих объяснил тебе потому что я не дерзаю здесь объяснять так как ну здесь наверное будет лучше чтобы брат Владимир с опытом вот этот стих объяснил 16 объясняю есть притча о блудном сыне о блудном сыне когда сын благосостояние ему отец все дал все, что надо ему для жизни своей он уже вырос да и он пошел то есть он забыл об отце своем о доме своем забыл и пошел там как говорят как по-нашему выпивать наркоманить гулять ну то есть деньги пропускать то, что ему Господь ему дал через отца его и вот о чем еще брат Николай говорит тоже что забыл то есть отношения то, что он должен вот эти отношения почитание отца и матери должен до дня смерти его все это соблюсти то, что ему Господь эту заповедь дал не просто ты уже вырос и тебе отец уже с матерью не нужны то есть они тебе вырастут и все и достаточно а ты оставил то есть ты ушел забыл про них и все живешь своей жизнью то есть вот это есть оставление то есть проклят вернее как там представляющий отца богохульник тоже что богохульник богохульник это тот который богохульство то есть начинает на Господа говорить скверные слова бывает да кто мне такой Господь да будь там ну то есть я не буду произносить потому что не дай Бог вот потом человек бывает на святые вещи тоже богохульствует там типа храма разрушает храма разрушает да то есть то же что богохульник приравнивается то есть не просто ты неверующий а ты именно как говорят атеист то есть который воюет против понимает что это человек верующий и он воюет намеренно делает ему зло почему потому что Богу сделать зло есть такие даже фильм такой заснятый там пример приводит как монахи были убиты священники в наше время в 20 веке были убиты именно людьми теми которые считают что что-то в жизни у них не получилось как им хотелось и они решили Богу отомстить ну как Бог-то он недоступен для них успокойся они решили это сделать через людей тех людей которые послужили свою посвятили жизнь для Бога то есть убить кого-то там священника монаха там верующего человека то есть отомстить Богу то есть речь об этих вот людях имеется ввиду вот а оставлять именно проклят от Господа оставляй ой как там это и проклят от Господа раздражающий мать свою раздражающий проклятие на тебе ложится ты не просто не послушался маму например мама сказала иди посуду помой а ты махнул на велосипед и погнал мать в этот момент конечно раздражилась ну как так что за непослушание то есть ты уже этим самым на себе заслужив проклятие если на тебе уже проклятие есть а представь сколько раз ты в жизни своей каждый день ты нагрешила тем самым непослушанием раздражая мать свою она сказала делай то а ты делаешь наоборот и под этим проклятием ты можешь умереть в любую минуту брат ты можешь на велосипеде попасть в аварию что угодно может господь попустить и помни об этом тебя должно это удерживать то есть начало мудрости Соломон говорит страх господь страх божий что я не должен грешить перед богом это главное если этот страх божий тебе будет ты никогда не пойдешь на это не будешь раздражать мать свою не будешь отца оставлять понял это очень важно это тебе сейчас фундамент закладывается как бог учит человека как поступать по отношению детей к родителям ну и там родители тоже это касается чтобы они служили удобным примером вот допустим не помыл ребенок посуду грех грех какой грех вроде бы мелкий грех а теперь смотри мешок с песком иногда может быть более тяжелый чем камень понятно о чем речь я понял если так много грешить будет тяжелее чем чашки грех да накапливается все по совокупности и на весах божьих накопленные по совокупности оно дает то что человек он фактически это мы читаем книгу бытие когда господь говорит там каураму что как бы на будущее говорит что потомки твои будут выведены из рабства он говорит что мера беззакония амареев еще не не превысила мера беззакония то есть у бога есть какая-то мерка когда господь обрывает жизнь человека потому что видит что он неисправим то есть он ему милосердие проявил хотя он знал что этим самым закончил свою жизнь но все равно господь милости то есть дает тебе шанс то есть чтобы ты исправился в этой жизни то есть богу пришел обратился и стал дышать и он повесился и он повесился и он повесился спасал спасал обрезал веревку у него третий раз не смогла спастись на капроновой нитке повесился все жизнь оборвалась из-за чего потому что мама не дала на наркотики все со грехом с тяжким грехом ушел в вечность все жизнь оборвал господь почему неисправим все он не хотел он к свету не стремился он любил делать зло то есть во зле и умер все этим самым свою жизнь подчеркну вот еще еще есть отношение вот ребенок ребенок любит своих родителей почитает своих родителей дедушек бабушек своих непосредственно женится у него появляется другая семья у его любимой жены своя мама папа и вот у этого допустим молодого человека появляется неприязнь неприязнь к этим родителям это тоже получается непочитание родителей одинаковое разницы нет если ты со своими хорошо а потом начинаешь осуждать о эти такие плохие всякие и получается раздражение делаешь этому человеку раздражение надо учиться жить быть очень внимательными по отношению к другим людям особенно к самому себе почему почтение к родителям она простирается это запад простирается почтение к старшим все идет отсюда сенат Ну это тоже, но здесь немножко о другом Господь наш Иисус Христос Одной заповеди дал Заповедь о кротке Блаженные кротцы, и они наследуют Землю И здесь сказано еще в Ветхом Завете Духом Святым Ветхий Завет тоже От единого истинного Бога Веди дела твои с кротостью И будешь Любим, богоугодным человеком Вот как ты понимаешь Вести дела с кротостью? А тут объяснила Не болтать Делать их со старанием Не пыжиться Не нервничать Думать о других людях Чтобы их состояние учитывать Кротость Это значит нам другими людьми Не превозноситься Понимать, что ты должен быть милосердным То есть проявлять кротость другим людям Ну тут в делах твоих Тут именно о поступках Как ты относишься к другим людям? В этих моментах даже взрослый человек Не просто имеет отношение к ребенку К каждому человеку Ибо Господь сказал Если посмотреть бы стих Еще Научитесь от меня Ибо я кроток И смирен сердцем Кроток и смирен сердцем Вот если посмотреть вот это стих 11 глава Посмотри пожалуйста Посмотри пожалуйста 28 стих Очень яркий такой пример Он с собой говорит Я кроток Отучите От меня От меня научитесь Что такое кротость И сразу можно понять Главное В этом Верхнем Завете есть пророчество 53 глава Исайя как раз об этом говорит Господь Иисус Христе Да Именно с качеством Читаем 11 глава Да Он не пройдет Не преломит Трости Да В конце Нагломленной Да Возьмите иго мое на себя И научитесь от меня Ибо я кроток И смирен сердцем И найдете покой душам вашим Еще разок Возьмите иго мое на себя И научитесь от меня Ибо я кроток И смирен сердцем И найдете покой Душам вашим Бог Бог Человек Человек Богочеловек Еще разочек Господь наш Иисус Христос Как Бога человек Он засвестил о себе Что он Столкование Да Столкование Какой Матфей Матфея 11 глава 11 глава 29 стих Сейчас Сейчас Да Да Вот это По-моему Закладка здесь Сейчас Сейчас Матфей Вообще Павлик Евангелие Оно бездомно То есть Можно 12 11 глава Сейчас Матфей 24 23 Матфей Матфей 11 Держишь Открывай Вот здесь Так Это 17 15 12 И 11 20 Еще 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 Сейчас 11 О 11 Какой 29 29 28 По 30 Да 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 Слово купить Читайте Зачитывай Да Завал Зачитывай Зачитайте Если Можете Зачитайте Да Матфей 11 28 По 30 Стих Придите Ко мне Все Труждающиеся Обремененные И я Успокою Вас Возьмите Иго моё На себя И научитесь От меня Ибо Я Кротов И смирен Сердцем И найдете Покой Душам Вашим Ибо Иго моё Благо И Время Моё Легко Толкование Призывает Всех Вообще Не Одних Иудеев Но И язычников Под Труждающимися Надо Разумевать Иудеев Как Проходящих Тяжкое Законное Послушание И Трудящихся В исполнении Заповедей Закона А под Обремененными Язычников Которые Обременены Были Тяжестью Грехов Всех Всех Христос Призывает К Успокоению Ибо Что За Труд Уверовать Исповедовать И Креститься Что За Труд И как Не Успокоиться Когда Здесь Бываешь Беспечален О грехах И Как Не Успокоиться Когда Здесь Бываешь Беспечален О грехах Сделанных До Крещения И Там Получишь Вечный Покой Иго Христова Есть Смирение И Кротость Смирение И Кротость Почему Кто Смиряется Перед Всяким Человеком Тот Имеет Покой Пребывание Всегда Без Пребывая Всегда Без Смущения Тогда Как Тщеславный И Горделивый Находится В Беспрестан В Беспокойстве Беспокойстве Опасаясь Лишиться Чего-нибудь И Усиливаясь Как бы Больше Прославиться Как бы Победить Врагов И Это Христово Иго То есть Смирение Легко Потому Что В нашей Униженной Природе Удобнее Смиряться А не Превозноситься Впрочем Ихом Называются И все Заповеди Христовые И все Они Легки По причине Будущего Сдаяния Хотя В настоящее Краткое Время И кажутся Тяжелыми Вот Павел Сейчас Объясни Что значит Кротость Вот это Что Мы сейчас По толкованию Прочитали Как ты Сейчас На нынешнее Время Сегодняшнему Состоянию Которое Ты сейчас Находишь Духовно Ты себя В этом Видишь Или не Видишь Ну как Сегодня Мы ходили Купаться Ты себя Кротко Вел Или не Кротко Не Кротко То есть Возмущен Был Да Это Какой Человек Какой Человек Согласно Полкованию Горделивый Там Слово Горделивый Написано Я же Не гордился Дело Не в том Что ты С себя Считаешь Что ты Не гордился Человек От чего Такого Возмущен Потому что Гордость Гордость Ему Не позволяет Смириться Ему Тебе сказали Выходи Из воды Например Ты Не подчиняешь Ты Вышел Буквально Через Некоторое Время Только А надо Было Сразу Сделать Это Твоего Просто Это От гордости Почему Я должен Подчиняться Это От гордости А смиренный Кроткий Он Просто Выскочил И Спокойно Оделся На душе Легко А Горделивым У него Все время Тревожно Чем-то Недоволен Ропот Недовольство Это Все Препятствует Тому Что Ты Был Кротким Тебе Яркий Пример Чтобы Ты Задумался Восемнадцатый стих Книга Серафа Сколько Ты Велик Столько Смиряйся И найдешь Благодать У Господа Здесь Можно Привести Да Найдешь Благодать Ну Значит Великие Святые Великие Святые Они Постоянно Чувствовали Своё Недостоинство Перед Богом Вот Макарий Великий Это Это его молитвы Которые В стандартном Молитвослуге Значит Это Они Очень В этом Плане Показательны Есть Также Опыт Церкви Который Говорит О том Что Подлинные Угодники Божии Которые Достигли Очень Серьезных Вещей Например Апостол Пайду Как Сказано Как он Свидетельствовал Само себе Что Значит Это Сейчас Дословно Не помню Но Я не знаю За собой Ничего Но не я себе Судья Господь Мне Вот Это Смысл Такой Текст Вот Хотя Я не знаю За собой Ничего Но Тяжкие Грехи Он за собой Ничего Не знает Там По мелочи Господь Ему Судья И Опять же Ян Златоуст Говорит Две Девочки Проданы На невольничьем Рынке Одну Купила Монахиня Воспитала Соответственно Другую Блудница Воспитала Плох Того 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 Факта Который Имел место Быть Поэтому Закон Божий Суд Божий Суд Божий Другой Чем Суд Человеческий Дальше Много Высоких Иславных Но Тайны Открываются Смиренным Еще разок Надо тебе повторить Много Высоких Иславных Но Тайны Открываются Смиренным Пример Пример Иосиф Библейский Смиренный Было Много Знатных У него Было 12 Братьев 11 Но Тайны Открываются Стали Ему И он Достиг Какой Высоты Даже Еще Здесь При земной Жизни Большой Смиренным Он Был Царем Он Сказано Человек Богатый Значит Это Иосиф Иосиф Да Это Алимафейский Иосиф Правильно Это Иосиф Да Ибо Велико Могущество Господа И он Смиренными Прославляется Смиренными Не гордыми А смиренными Прославляется Господь Прославляется Если ты в школе Дерешься Обзываешься Ругаешься Через это Будет имя Христово Кулиться Если знаешь Что у тебя Тез верующий Ты в верующей Семье Живешь И такие поступки Делаешь Через это Будет имя Христово Кулиться Вот они Христиане Какие Дерется Отзывается А ты Должен быть Другой Кроткий Ты должен Примерно Свои Показать Если кто-то На меня Лезет Это Другой Вопрос Подожди Это Другой Вопрос Здесь Речь И о том Что ты Не должен Быть Явным Человеком Который На словах Одно А в делах Другое На словах Он за Смирение А Что коснется Реального Какого-то Испытания Мух Комар Кусил Он начинает Кричать Это По поводу Того Что Как мне Плохо На этом Пруду И так далее Значит То есть Нужно Нужно Конкретно Применять Те Навыки Добродетели Которые Мы как христиане Должны иметь Еще разочек Мы должны Не Слыть Христианами А быть Есть такое Даже В расширенном Молитвословии Есть это Это из преданий Церкви Расширенный молитвослов И на всяком месте Владычестве Твоего Православно Живущий Я Я вот Долго думал Для себя Размышлял Вот это Слепое от рождения В церковно-славянском переводе Он говорит А тот Кто Богачтец Есть Богопочитатель Истинный Богопочитатель По смыслу текста Того Слушай В притче Сказано О слепом Которого От рождения То есть Православный Христианин Он должен быть Истинный Богопочитатель Вот в Библии Нет такого Православных Христианин Там нет Вот этого Слова Православия Ну о ком Речь идет Об истинном Богопочитателе Истинном Богопочитатель Сейчас Хотел еще Пояснить Речь идет О нагорной проповеди Чтоб в тебе Увидели Свет Христов То есть Господь говорит Засловит вас Взамен Незасловь Ударили тебя По правой щеке Подставь левую Не то Что там Тебя ударили А ты сразу В ответ Как дал ему Как говорится Чтобы он свалился Нет конечно Подставь другую То есть Ты должен Сам себя Смирить Перед заповедью Божию Да Я более сильный Физически Может даже Этого человека Я мог бы Тебе сдать И дать Но Господь сказал Подставь другую Щеку Это на евангельском Уровне Да Ивангельский уровень Не сразу Достигается Не сразу Но в этом Надо воспитывать Сначала Павел Человек должен Воспитать Сначала Делай то Что можешь Есть Псалтель 33 Псалтель Сказано Уклонись от зла И сотвори благо Уклониться от зла Это можно Допустим Максимально Избегать конфликта Если допустим Уже Конфликты Подожди Если конфликты Не избежать Око за око Иногда это работает Но Мы должны Стремиться К евангельскому Идеалу Значит Это дается Постепенно Не сразу А поэтапно Постепенно Человек должен Должен привыкнуть К некой высшей Мере Некой высшей Значит Форме Исполнения заповедей Если драку нельзя избежать То По возможности По возможности Надо Значит Уклониться от зла И сотворить благо Нет Драку же нельзя избежать Если драку нельзя избежать То по возможности Надо уклониться от зла И сотворить благо Потому что Действительно Бывает ситуация Когда Допустим Напали на твоего Младшего брата И так далее Это уже другой вопрос Подожди Но Речь идет о том Что есть некие Высшие Ивангельские идеалы И к нему надо стремиться И нарабатывать этот навык Надо Нарабатывать Деятельность Потому что Пример Потому что Подожди Пример Серафима Саровского Разбойники схватили Он был физически сильный В руках топор был Он мог им оказать сопротивление Не мог Он не стал этого делать Потому что Потому что Он стремился К высшему идеалу И мало кто помнит Из его жития Что он постоянно читал Новый Завет Постоянно читал Поэтому Надо Опять же Из чего исходить Из того Что есть некие ориентиры Для подражания Дальше Один из примеров Я приведу Брат у нас тут есть В интернет-сообществе Михаил Каримов Он Бывший спортсмен Да и по сей день Он этим занимается То есть Он и в драках участвовал Там борьба И все у него Видимо было Боюсь без права И он говорит Я такая ситуация Сижу в машине И подрезал Одного человека Он конечно Не хотел Но так получилось Ну бывает То есть Неспропавшился Говорят Все И тот шофер Агрессивный Вылазит И бежит К нему на встречу Кулаками При этом размахе Ну понятно Драка На его месте Был бы он неверующий Говорит Я бы вылез просто И завязался бы драка Но я говорит Помолился Сам внутренне Успокоился Про себя Он подбегает Такой яростный Он видимо Окошко немножко Приоткрыл И начал с ним Спокойно беседовать Тот на него с агрессией А он спокойно С ним беседовал Говорит Прости меня Говорит Прости Я говорит Виноват Я говорит Это Ну это Говорит Ну типа Это Я виноват Говорит Я подрезал Так Стой Ты внимательно Слушай И вот этим самым Что я виноват Он несколько раз повторил Попросил у него прощения И этот человек Сразу у него Потому что он видит Агрессии нет Он не может Агрессия возникает Только на агрессию Если ты себя Спокойно в душе ведешь Ты эту агрессию Можешь погасить в себе В Библии В притчах Об этом говорится Что Огонь чем тушится Водой То есть Твое спокойствие Твое спокойствие Оно может повлиять На того человека И он тоже успокоится И так же В этой ситуации Произошло Он этот случай Рассказывает Своему другу Тот у него Я не так Не понял То ли он неверующий Вроде бы неверующий И у него Такая же ситуация Возникает тоже Так же С машиной Все происходит Тоже он виноват Что он там сделал И он вспоминая Что ему рассказал Верующий брат Михаил Он так же Себя решил проявить Тот на него С кулаками А он ему спокойно Тебе Прости меня А я виноват И тот точно Та же успокоился То есть Все в нас Именно Опыт передается Да То есть Ты должен это понимать Еще раз повторю Много высоких и славных Но тайны открываются Смиренным Ибо велико могущество Господа И он смиренными Прославляется Через меру трудного Для себя не ищи И что свыше сил твоих Того не испытывай Это очень важный стих Его многие забывают Через меру трудного Для себя не ищи И что свыше сил твоих Не испытывай Ну здесь понятно Понятно Ну как ты это понимаешь Ну нельзя себя перезагружать Как ты например Ну чрезмерный пост Например Да Ну это как ты Нет ну это не я Ну ты иногда тоже Такой понимаешь Нет Есть люди Которые вот Через меру сил Допустим Не спят там Пять суток Там это Сознательно Причем И работают день и ночь Работают день и ночь Это чрезмерно То есть Это тоже вот бывает Так что Ну Уже искушение С другой стороны Понимаешь Уже не лень Не расслабленность А уже износ сил То есть Тело Это как святый отцы лучших Это как ослик Как ослик Это Не докормишь Свалишься Перекормишь Взбеситься Да Вот это Поэтому Надо быть Разумными Вот например Не нужен тебе Китайский язык Не надо тебе его изучать Если он тебе не нужен По роду занятий А некоторые Ради собственно В тщеславие Как в Евангелии сказано Иные пожелания есть Я там Пять языков Еще выучу Для себя Вот мои идолы Вот они Мои языки Я буду их Держать Я не такой Как прочие люди Я там Пять языков Еще дополнительно выучу Вот это не нужно Совершенно Иногда Заставляют Заставляют Тех людей Кому Надо служить Ближнему Ну допустим Спецслужбы Или предположим Переводчики Нет Иногда просто Заставляют Ну Павелик Ситуация разная бывает Но вот Библия Как раз нам и говорит Что через меру Трудного для себя не ищи И что слыши сил Твоих Того не испытывай Вот книги Архимандрита Рафаила Карелина 97 года Издание Там Случай приводится Демоны Послушника Будили на молитву Демоны Значит это Чтобы он чрезмерно Чрезмерно Перенапрягаясь Там это Занимался молитвой А святые Когда их бесы Пытались на молитву Разбудить Они спать продолжали Потому что Они знали Свою меру И у них есть Наставники свои Они демоны Нам не нужны Эти помощники Темных сил У демонов логики нет А им же самим От молитвы хуже Нет Здесь логика другая Чтобы человека погубить Ну они себя погубят Это показывает Это как этот Такой сильный Ветхом завете Как Замовет Он два столба Из себя И Эпохи их погубил Ну хорошо Что ты вспомнил Про Самсона Да Вот это Но Самсон Самсон Значит это Он Допустил ошибку Что он в этой ситуации Оказался Поэтому надо Надо Как Игнат Тихонович В проповедях Много раз упоминал Евангелие от Матфея Десятая голова Семнадцатый стих Остерегайтесь А в другом переводе Влюдитесь людей Значит это То есть надо И людей тоже остерегаться Это одна из малых заповедей Божьих Но в то же время Здесь говорится о том Что чрезмерное Чрезмерное Тоже не нужно ничего Вот Что заповедано тебе О том размышляет Ибо не нужно тебе Что сокрыто Вот вопрос важный Вот например Какова Вселенная Каковы размеры Вселенной Значит это Какая земля Там Ну Ну не верит Папа Вот опять же Я опираюсь на Библию Не верю что земля Вертится вокруг Солнца Вот Я опираюсь на Библию Другие люди Наоборот считают Что земля Круглая Тоже опираются на Библию Не вертся на Солнце Подожди Но это Это Хоть Хоть и важные вопросы Хоть и важные вопросы Тем не менее Тем не менее Они Они Подожди Да слушай Они Сами по себе Сами по себе Не такие важные Для спасения души Потому что Потому что Есть слово Иоанна Златоуста Чего в Библии нет О том не рассуждаем Понимаешь Да Поэтому Бог не спросит За то Что ты Какие-то там Тайны не знаешь Мироздания Или там Какую-то научную степень Где-то не достиг Богу Богу важно Исполнение Его прямых заповедей И того Стандарта Причем Причем базового стандарта Для христианина Православного Благодаря которому Он наследует спасение А Чрезмерное Чрезмерное Того Что тебе не нужно Если ты не ученый Не лезь в те вопросы Где ты не разбираешься То есть Ты должен заниматься Своим делом Своим делом И своим призванием Ну я так это понимаю Братья Есть какие-то другие Понимания Вот этого Текста Очень серьезного Важного Через меру Трудного Для себя не ищи И что свыше сил Твоих Того не испыт Вот У меня такой взгляд Я его озвучил Есть какие-то Есть какие-то дополнения Дополнения Ну здесь Как бы Не ошибиться Есть таланты Которые даны И этот талант Вдруг Надо Развить Этот талант А ты думаешь А это чрезмерно И берешь И не делаешь Второй момент Какой-нибудь Опять Да это чрезмерно И потом Человек Человек Надо все-таки Чувствовать Чувствовать голос Божий И свою совесть Не вовлекаться То что не нужно Смотреть Контролировать Вот эти вещи Ну вот А остальное Узнавать жизнь Распознавать Это неплохо Это хорошо При многих занятиях Твоих О лишнем Не заботься Тебе открыто Очень много Из человеческого Знания При многих Занятиях Твоих О лишнем Не заботься Тебе открыто Очень много Из человеческого Знания То есть Когда ты Например Библией Занимаешься Не нужно Там разбираться О чем-нибудь Другом Лишнем Нужно Сосредотачиваться На том Что ты делаешь Ну Отчасти Правильно Павлик Ну это отчасти Я как понимаю При многих Занятиях Твоих О лишнем Не заботься Вот допустим Ты врач Вот допустим Ты лечишь Пациентов Вот допустим Ты 8 лет Проучился Чтобы стать врачом Ну и сейчас Я для ясности говорю Давай с врачом Пока определимся С этим примером Так вот Есть понятие Лишнего Не заботься То есть Лишнее это что Это допустим Какие-то там Предположим Вопросы Которые Напрямую Не связаны С тем За что ты несешь Прямую ответственность Ну то есть Допустим Ты можешь Увлекаться Какими-то Врачебными исследованиями Можешь Но это не должно быть Лишним И в каждом Котором случае Грань Грань Надо проверять Через совесть И через совет Слово Божие Может быть совет Доброго наставника Потому что бывает Потому что бывает Подожди Бывает так Что допустим Человек Человек Он значит Это Делает Что-то полезное Для других людей Много занятий у него Но он начинает Заботиться о лишнем А лишнем Это что Это часто Дорогой офис Или допустим Айфон Айфон Который стоит Например 60 тысяч А можно Это практически То же самое Купить Например Хонор за 20 Или допустим Человеку Постоянно Хочется впитывать Постоянно Впитывает 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 Какую-то информацию Которая на самом деле На самом деле С одной стороны Интересно Уже избыточно Становится На определенном этапе Но с другой стороны Избыточно Если ее много Снежит И здесь важно Понимать Что Время в руках Божьих Жизнь даже В руках Божьих И в любой момент Жизни Человек должен Дать ответ Перед Богом Вот Господь застал Допустим Тебя Ну Умираешь Предположим Резко умираешь Сердце заболело Значит Ты должен Что В этот момент Понимать Что ты Максимально эффективно Твое жизненное время Использовал Максимально эффективно А лишнего Лишнего Бывают люди Там Огороды Сады Разные себе Планируют А это часто Для спасения души Не всегда и нужно Потому что Есть вещи Необходимые Как у апостола Павла Сказано Значит Имея пропитание И Одежду Будем довольны Но в книге Сераха сказано Еще Жилище Необходимо Для человека В другом месте Так Напомню Вот То есть Речь о чем идет Речь идет о том Что Христианин должен Уметь жить Как по апостолу Павлу И в скудости И в достатке Вот это То есть Все Что Сверх Мир В ту и другую Сторону Это Уже Ошибочно Это ошибочно Тебе открыто Очень много Из человеческого Знания Ну в наше время Да Вот в Древней Руси Ну не хватало книг Книгопечатаний Не хватало Вот объективно Не хватало Они были дорогие Дорогие были И на цепи Большие И не только в Древней Руси И в Западном мире Не хватало книг А сейчас видишь А я их расписываю Вручную Очень долго Да Смотри Можно Застрить внимание На то что Павел сказал Книги дорогие А чем они дорогие Вот ты объясняешь Тем что Это Дорогая бумага была Да Вот так Вручную А еще Чем они дорогие Чем они ценные Дорогие Вкусение в душе Ну Я не понимаю Вот это Ты говоришь Вот эти вот Слова Спасение души Книга Чем она ценная Книга Как хорошо У вас Я хотел спросить А в церковь Ласточки залетают Или это еще Там окно закрыто Почему-то Забито Закрыто окно У них А почему Не знаю А кто закрыл Не знаю Тоже Ну Бачка Наверное Кто еще мог закрыть Мы сейчас разбираем Серахова Третью голову О почтении К родителям Ну там дальше Еще Другие стихи Идут Что вам где-то Открыто Много Человеческого Знания Что выше этого Нет Не лезь В принципе У меня к обеду Все готово Ну так давайте Все, брат Все закончится На иконе Или туда пройди На записи На местописание Мне надо было сказать Это можно Что ходил Басикор Или не парень Басикор 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 Не подвезли Да Ух Басикор 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 Басикор